Сегодня 9 февраля куклы Красноярского театра отправляются в путешествие по городу. Первым делом они заглянули в нашу студию. Проект Красноярского театра, передвижная выставка «Люди и куклы» организован в честь 80-летия этого самого театра кукол. Как надолго немые артисты покинули стены театра, нам расскажут их напарники, назовем их так, артисты Красноярского театра кукол Галина Качаева и Александр Туренко. Доброе утро, рады вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Насколько часто так бывает, что куклы покидают стены театра? Часто ли они путешествуют? Очень часто. У нас путешествуют они и по гастролям, и по фестивалям. А вот сейчас в рамках нашего 80-летия такая появилась идея масштабной выставки. Она не просто выставка, куда люди пришли и посмотрели, она передвижная. Она передвижная, она уже путешествовала, это не первое ее путешествие к вам, в Манский район. Вот буквально на прошлой неделе приезжали актеры со спектаклем и с передвижной выставкой и рассказывали о создании театра. Показывали, как бы показывая вот кукол, кукол изнутри, чтобы понимали, как устроено. Некое такое закулисье процесса. Да, небольшое, но основная, основная идея выставки рассказать историю театра. Историю театра, и вот обратите внимание, ведущие этой выставки, кто проводит выставку, как бы два поколения. Актер, который уже работает, уже много лет в этом случае я. И вот Александр, который буквально молодой специалист. Да, пришел в прошлом году, да. Молодой-то молодой, а куклу с пальчиком выбрал. Надо отметить. Расскажите про тех персонажей, которые у нас сегодня в студии. Ну, это у нас король Лир шекспировский. Это из моноспектакля. Его играл очень такой серьезный корифей театра. Так что вот эта почетная кукла, я считаю, это у нас... Это кукла более прошлого времени. Если вот этот спектакль был поставлен в нулевые годы, этот спектакль был в конце 90-х поставлен. Это Соловей и Император. Соловей и Император. Это Император, он хотя маленький. Там были разные системы кукол. Были куклы планшетные, большие. А это тоже планшетная кукла. Она может управляться одним человеком. В данный момент я. А вы можете взять вторую ручку. А вторая рука как работает? Вот. А мне сейчас помогут. Вот. То есть есть куклы, управлять которыми нужно вдвоем. Да, да, да. Бывает и втроем, и втроем, и в пятером. Да. Бывает куклу... Такая была кукла. Почеши ухой. Ухо. Была кукла, был такой спектакль у нас в 90-е годы. Маленькая фея. И она была сначала маленькая фея, это была петрушечная кукла. Потом она переходила в тростевую, кукла была побольше. А в финале спектакля зритель не видел, что происходит за кулесами. Куклу вывозили на большой подставке. На колесиках туловище водил один человек, а руки, на каждой руке было еще по человеку. Вот это да. А тот персонаж, который сидит у Славы на коленках, это кто? Вот эта милая, толстоволосая леди. Это девочка, она, знаете, из архивов вообще очень давно. Мы даже вот сами не знаем откуда она. Старушка, может сказать. Да, наверное, она же родилась вместе с театром, возможно. Да. Столько она древняя. Ну, наверное, с годов 60-х она в театре живет. А сохранилась-то прекрасно. Да, ее реставрировали. Так сразу и не скажешь, что даме 80 лет? Ну, 80 лет театру. Театр, он возник благодаря, кстати, молодым актерам театра Пушкина. Да, первая площадка была в 1938 году в фойе театра Пушкина. Сделанный спектакль первый был «Три медведя 3». Потом театр очень много путешествовал. Вот так же, как сейчас наша передвижная выставка готова приехать в любой уголок края, в любой отдаленный пункт, село, в любой клуб края, в любую школу, потому что монтируется очень быстро. Мы приходим с куклами, рассказываем историю. И так же театр путешествовал по Красноярску, пока нашел свое место. В 1938 году он появился спектаклем «Три медведя 3». Потом были площадки и в Центральном парке, и в Цирке на сцене, и в Краевом дворце пионеров. И только в 1959 году театр обрел здание, в котором мы до сих пор живем, развиваемся. Это изначально был клуб милиции, а потом уже благодаря стараниям наших знаменитых архитекторов, Арекса Арктицевича Доберханова, в 80-е годы была сделана реставрация. И вот вся та красота, эта шкатулочка, которая открывается, эти наши замечательные часы. На главном входе. Да, на главном входе. Кукольный хоровод. Потом вы проходите, если поднимаете голову вверх, видите люстру, пирожек птицы. Сейчас наши телезрители мысленно отправились на экскурсию. Не надо мысленно, ходите в театр кукол чаще, и вы увидите настоящее волшебство. Опять же, о механизации управления этими куклами, потому как я вижу, что они немного разные. Как называется эта схема управления? Вот это, наверное, марионетка, да? Штоковая марионетка. Ну давайте начнем с короля Лира. Давайте начнем. Здесь у нас внутри вот есть гапит. Вот он. То есть это даже не на руку надевается, а на таком штативе сидит? Это вот держится вот так вот. И водится за бегунок вот за это. Да, гапит называется. Гапит – это тростевая кукла. А вот эти две палочки – это трости. И вот она водится. Ага. А вот петрушечного плана куклы тоже до сих пор присутствует? Конечно. Или это уже прошлый век? Нет, это не прошлый век. В данный момент в театре кукол все системы кукол представлены. И петрушечные, и марионетки, и теневой театр. Очень сильно. Это такая последние года тенденция. В театре кукол очень много теней. В раках, в спектаклях это представлено. Также планшетные куклы и марионетки. Вот у меня планшетная кукла. Планшетная кукла – название, особенно когда на экскурсиях рассказываешь детям, ой, мы знаем, что такое планшет. Замечательно. Откуда произошло это слово? А-а-а. А ля планшет в переводе с французского – плоскость. То есть кукла управляется на плоскости стола, стула. А если она управляется на полу, это уже паркетная кукла. Да, такая разновидность. И разновидностей много и у марионетки. Вы хотели поводить? Да. Попробуйте. Давайте вы сначала покажете. Давайте я вместе с вами попробую. Мы попробуем походить по столу. Марионетки бывают разные. Марионетки бывают на ниточках, которые мы все знаем с детства. А это называется еще скорее, это штоковая марионетка. Шток. Вот. Это палочка, за которую вы сейчас возьмете с рукой. Возьмете с забегу ног, попробуйте управлять. Не надо садить, кукла ж не может сидеть. Она должна стоять на ножках. И здесь синтез, скажем, двух систем марионеток. И марионетка на ниточках. Вот это вага. За что вы держитесь, это вага. А второй рукой управляете. Ну, давайте ручку попробуем. Ручку, да. Помашите. Здравствуй, здравствуй. Вот как-то так пока получается. Как-то так. Головой можно посмотреть на вашу очаровательную соведущую. Привет. И поздороваться. Привет. Эти две ниточки, они отвечают. О, а вы опять просели. А она на полусогнутых. Да, устает рука держать. Ну да, это уже довольно-таки трудоемкое занятие. А теперь она подскочила. Вы не ощущаете плоскость. Она обязательно должна стоять. И шагать, если она будет шагать вот так, да? Да, но только второй ваш помощник не отстает, чтобы... То есть нужно шевелить ногами, еще синхронно штоком шевелить, чтобы была вот прям полная имитация ходьбы каким-то образом. То, чтобы она не просеживала. Видите, вы пошли ножки вперед, а кукла просела. Она же как пошла на полусогнутых. Да. В общем, огромное количество теорий и не менее большое количество практики нужно для того, чтобы обучиться. А вы думали просто так дергать за ниточки. Давайте присядем. У нас есть, я так понимаю, наступает время подарков от театра кукол. Да, замечательные подарки. У нас есть два пригласительных, которые каждый на две персоны. То есть победителей сегодня будет два. Премьерный спектакль «Рождество» и спектакль «Чук и Гек». Вот на эти спектакли сейчас разыграем билеты. Для того, чтобы их получить совершенно бесплатно, нужно ответить на вопрос, который зададут наши гости. Ответы будем принимать по СМС на короткий номер 90-20. Координаты сейчас появятся на вашу экран. То есть у нас будет два победителя, я поняла. То первые двое ответят, да? Да, да, то первые правильно ответят. Давайте первый вопрос будет у нас звучать так. Вопрос может быть один, просто будет повеличили. Каким спектаклем открылся наш театр? 80 лет назад. 80 лет назад. Мы говорили в течение беседы. Действительно, самый внимательный телезритель мог это услышать. Варианты ответа дадим? Варианты ответа? Ну, попробуем. Маша и медведь. Так. Три медведя три. Колобок. Отлично. Друзья, короткий номер 90-20 ждет ваших правильных, я надеюсь, сразу вариантов ответа. Не забудьте подписываться. Именно такие варианты будем засчитывать как правильные. Два первых претендента получат эти пригласительные билеты. Еще раз повторить. Варианты ответов. Давайте. Маша и медведь. Три медведя. Колобок. Вот. Вопрос достаточно простой будет для тех, кто внимательно слушал наше интервью. Мы благодарим наших гостей. Желаем вам удачи. Напомню, в студии мы сегодня беседовали с артистами Красноярского театра кукол Галиной Качаевой и Александром Туренко. Спасибо огромное вам и вашим персонажам. Эти куклы выглядят действительно очень классно. Я впервые так близко вижу такие куклы, и это действительно захватывающее зрелище. Спасибо вам огромное. Ну а мы двигаемся далее и в очередной серии «Читай, любимый край» узнаем, какие книги читают модные мамы.